итак у нас очередное включение мы провязали первый ряд и ну я поставила маркеры через два раппорта у меня маркеров немного я в принципе узор знаю их могу снять они в общем-то мне не нужны но я вам советую может быть кто-то до конца не выучил узор далее у нас теперь второй ряд второй ряд вяжем по рисунку где у нас были изнаночные провязываем изнаночные накиды провязываем лицевыми потому что у мы же вяжем по кругу если бы мы вязали не по кругу то изнаночные накида конечно были бы изнаночными а так вяжем второй ряд провязываем по рисунку встречаемся в третьем ряду и уже напомню вот еще раз наш раз наш узор вот он вот он вот так покажу вот вот он узор нашей если кто-то умеет сделайте скриншот или же можно когда будете снимать видео запомнить на какой минуте вот эта схема и начинаем провязывать третий ряд и так продолжаем у нас третий ряд я убрала все маркеры оставил один маркер начало ряда и мы начинаем с вами вязать третий ряд вот это еще изнаночный от предыдущего ряда и так третий ряд значит у нас опять 2 вместе лицевой влево накид 3 вместе влево то есть вот вы мы провязали так один два три ряда три раза три вместе влево лицевая изнаночная там где был у нас накид теперь лицевая так лицевая накид 2 лицевых я разворачиваю и их ставлю за заднюю стеночку чтобы потом не знаю все равно они стоят не так как хочется не получается в лицевом ряду разворачивать чтобы потом дальше брать за заднюю стеночку ну тем не менее и так значит лицевая так лицевая накид 2 лицевых 2 вместе влево разворачиваем дужки 2 лицевых изнаночная то вот один раппорт и опять повторим второй раппорт тоже самое 2 вместе влево разворачиваем дужки накид 2 вместе влево накид ну вот я сейчас вяжу и думаю когда мы будем вязать 2 вместе вправо сейчас я посмотрю кажется с 18 ряда 15 16 17 ряда нам не нужно будет разворачивать а вот сейчас ну получается все время разворачивать надо так накид лицевая изнаночная лицевая накид 2 лицевых 2 вместе влево разворачиваем 2 лицевых изнаночная и так вот я провязала 2 раппорта остальные раппорта провязываем самостоятельно четвертый ряд провязываем самостоятельно встретимся с вами в пятом ряду и так мы провязали 4 ряда и продолжаем наше вязание вот сейчас у нас пятый ряд пятый ряд и мы продолжаем дальше вот маркер начало ряда и так 2 вместе в лицевой влево накид и вместе влево накид 2 вместе влево накид лицевая изнаночная 2 лицевых накид 2 лицевых 2 вместе влево лицевая изнаночная мы привязали 1 раппорт шестой ряд провязываем самостоятельно и встретимся с вами в седьмом ряду и так у нас очередное включение продолжаем наше вязание и у нас седьмой ряд узора вот начинаем от маркера 2 вместе влево разворачиваем петли накид 2 вместе влево накид 2 вместе влево накид лицевая изнаночная далее 3 лицевых накид 2 лицевых 2 вместе влево разворачиваем наши петли и провязываем изнаночная и вот один раппорт узора восьмой ряд четной провязываем самостоятельно и встретимся с вами в девятом ряду очередное включение вяжем девятый ряд 2 вместе влево накид 2 вместе влево накид 2 вместе влево накид 2 лицевая изнаночная накид 2 лицевых 2 вместе влево меняем дужки местами 3 лицевых изнаночная это у нас провязан вот один раппорт 9 ряда 9 ряд провязываем дальше самостоятельно 10 счетный ряд провязываем самостоятельно встретимся в одиннадцатом ряду и так начинаем наши убавки у нас 11 ряд в одиннадцатом ряду ряд начинается 2 вместе лицевой влево и накид мы сделаем только 2 вместе лицевой накид делать не будем это будет такая убавка и следующее у нас идет сразу 2 вместе лицевой 2 вместе лицевой накид еще 2 вместе лицевой накид лицевая изнаночная сейчас покажу что у нас получается вот у нас получается вот здесь вот вот мы взяли вот здесь у нас вот 2 вот эти две петли сейчас будут все рядом здесь накиды между ними нет вот здесь нет у нас накида вот такая убавка и в результате в каждом раппорте мы убавим по одной петли у нас получится 21 петли у бабочки ну и дальше провяжем и так далее провязываем 1 стоят до конца 12 самостоятельно и я думаю мы старт я уже дальше показывать не буду я думаю тут уже все по схеме понятно схема у вас есть и мы встретимся с вами так пятнадцатый шестнадцатый в семнадцатом ряду встретимся когда мы будем делать уже у нас будут изменения в узоре и мы будем делать брать по 2 вместе вправо встретимся в семнадцатом ряду и так у нас и так друзья у нас очередное включение и я хочу сделать некоторые подсчеты по поводу убавок значит мы с вами сделали первую бабочку в одиннадцатом ряду мы убрали 21 петлю и вот я написала вот мы убрали двадцать одну петлю значит 336 минус 21 315 петель у нас остается я решила что кокетка у меня будет высотой 18 сантиметров я посчитала три сантиметра уже связано у нас осталось 15 сантиметров а у нас известно что у нас в одном сантиметре 3,2 ряда поэтому нам нужно провязать вот эти 15 сантиметров до 48 рядов далее значит итак 315 петель у нас есть город горловину я планирую сделать 65 сантиметров но если я вот когда уже будем горловине подходить посмотрю что мне 65 сантиметров много может быть где-то возьмем не по одной петли за одну за один ряд а может быть придется взять по 2 петли ну посмотрим и так найти 65 сантиметров умножаем на 2,2 это наша плотность в одном сантиметре получается 143 петли значит нам нужно вот а 315 петель отнять так может быть выше положить отнять 143 петли ну вот эти и у нас остается 162 петли и так нам нужно постепенно убавить 162 петли поэтому за один раз у нас сбавляется 21 петля поэтому 162 петли разделить на 21 я вот написала 8 ну понятно что это приблизительно конечно это 7 с там с остатком ну то есть я буду уже смотреть по ситуации потому как я вижу впервые и этот японским узором эту кокетку я буду смотреть может быть я 7 сделаю может быть я сделаю 8 когда уже буду подходить к кокетке и так если мы 48 рядов вот эти вот они 48 рядов наши вот если мы 48 рядов разделим вот на этих 8 у нас получается 6 то есть убавки в каждом шестом ряду делать а если же на 7 так у нас 6 хвостиком поэтому я приняла решение все-таки убавки мы делаем в каждом шестом ряду и сделать их нужно восемь раз вот итак теперь у бабочку начинаем делать значит ну давайте посмотрим что у нас получается так вот так вот положу это после первой убавки мы значит я провязала сейчас у нас 17 ряд я провязала 12 13 14 15 16 по схеме в результате вот у нас сейчас в одном рапорте какая ситуация у нас вот может быть вот так все таки лучше от вот давайте посмотрим вот от одной изнаночной вот изнаночная до другой изнаночной у нас здесь должно было быть 16 но мы одну убавку сделали 15 и так у нас вот в этой стороне где у нас сеточка здесь у нас 6 петель здесь у нас 7 но его здесь по изнаночной и вот у нас следующая убавка это уже первая из 8 убавок который мы будем делать в каждом в каждом шестом ряду убавки в каждом шестом ряду и нужно их сделать 8 раз и вот мы делаем у бабочку значит лицевая у нас теперь 17 значит 17 ряд поэтому у нас будет здесь изменение в рисунке у нас и мы будем рисунок вязать а надо еще рисунок показать нашей схеме давайте посмотрим вот у нас 17 ряд вот 17 ряд но у нас здесь известно что у нас есть теперь не не 7 петель а 6 поэтому мы вот будем делать так мы вот эту петлю вот эту первую петлю мы вот такие очертим и мы будем начинать вот вязание наше не с этой петли а сразу вот с этих петель то есть у нас 6 петель считаем один так 1 2 3 4 5 6 здесь у нас 7 петель но теперь у нас здесь будет вот это наша сеточка решеточка сеточка и через следующие значит через следующие шеи в 5 рядов шестом мы будем делать убавку здесь и я приняла решение мы будем делать попеременно убавки то здесь то здесь и тогда у нас узор будет просто сжиматься как бы уменьшаться и так вот приступим вот еще раз показываем мы будем вот сейчас семнадцатом ряду вот от этой линии вот и будем делать будем провязывать и так провязываем так вот одна лицевая провязана 2 лицевая 2 вместе вправо 2 лицевых так нам вот вот в этих семи петлях нужно сделать убавку поэтому мы вот эту изнаночную мы и убирать не будем и просто вот здесь вот провяжем 2 вместе изнаночную и первую петлю мы провяжем 2 вместе и будем уже работать шестью петлями то есть у нас вот вот эту петлю мы не провязываем вот вот эту петлю мы не провязываем мы сделали 2 вместе вот с это изнаночной и будем дальше работать на 6 петлях я надеюсь получится у нас красиво и замечательно так 2 вместе накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо изнаночная здесь у нас мы помним 2 лицевых 2 лицевых 2 вместе вправо 2 лицевых накид изнаночная изнаночная провязываем с 1 лицевой вот с этой далее накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо изнаночная изнаночная вот я думаю понятно покажу еще раз схему вот мы вяжем 17 ряд связи с убавками мы начинаем вот здесь ну и вяжем необходимых пять рядов в шестом дальше будем делать убавочку я расскажу и здесь вот я эту за давайте вот здесь вот так сделаем это мы не вяжем мы здесь начинаем с накида то есть получается у нас вот здесь накид закончился потом наша изнаночная вместе с лицевой и опять накид ну я думаю все понятно сейчас еще привяжу один рапорт давайте посмотрим вот какая красота у нас на рукаве получается вот я считаю что очень женственно мне нравится может быть года через два через три у меня мнение переменится но в данный момент мне нравится мне нравится мне нравится такие маленькие коротенькие рукавчики красивые летние будут мне нравится вот все получается нормально и так провязываем значит так 2 лицевых 2 вместе вправо 2 лицевых накид накид вот эту изнаночную провязываем вместе с лицевой далее накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо изнаночная вот мы провязали еще один рапорт это у нас 17 ряд в котором в нашем нашей схеме происходят изменения вот меняются местами вот эти вот сеточки и вот эти красивые листочки то есть если мы вязали вот рапорт у нас было вот так то 17 ряда у нас рапорт меняется вот в эту страну листочки а здесь сеточка или решетка но без разницы вот и так провязываем 17 значит сейчас я скажу 17 18 19 20 18 19 20 21 22 и в третьем мы будем делать изменения и мы с вами встретимся и так провязываем самостоятельно у бабочку мы сделали и далее мы делаем тоже в этом ряду все убавки далее мы вяжем без убавок 2 до 22 ряда включительно в двадцать третьем ряду будем встречаться до следующего включения и так у нас очередное включение 23 ряд связи с тем что у нас в аэропорте теперь уже не по 7 петель с одной и с другой стороны и потом и между ними изнаночная у нас по 6 петель 23 23 ряду я вношу свои изменения в схему и так 23 вяжем начало мы вяжем так 1 лицевая 2 вместе вправо накид 3 лицевых теперь нам нужно сделать убавку вот эта петля лицевая последним и провяжем вот эту изнаночную что у нас стоит провяжем вместе лицевой и изнаночной у нас уже между двумя как бы частями рапорта изнаночной не будет изнаночная будет только отделять в настоящее время 14 петель 14 петель от одного рапорта до другого вернее мы сейчас 2 вместе взяли уже 13 петель только будет вот здесь вот у нас изнаночная вот она изнаночная вот она вот она будет отделять один рапорт от другого вот мы начать взяли здесь 2 вместе и вяжем как дальше как обычно накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо и вот она изнаночная которая отделяет 1 раппорт от другого и дальше продолжаем лицевая 2 вместе вправо накид 1 2 2 и вот наша третья лицевая но мы тут лицевую провяжем вместе с изнаночной вот с этой вот и провязываем дальше как у нас дальше накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо и вот здесь у нас есть изнаночная и так провязываем 24 ряд по рисунку встретимся с вами в двадцать пятом ряду и так у нас 25 ряд двадцать пятом ряду вот у нас здесь рядом 2 накида вот мы чертили линию вот и вот поэтому мы вот здесь где у нас наши листья мы накид сделаем а вот здесь накид двадцать пятом ряду делать не будем а в двадцать шестом в четном возьмем поднимем из протяжки и дальше будем провязывать до двадцать девятого ряда и в двадцать девятом ряду у нас будет у бабочки и так сейчас провяжем вот у нас по схеме в двадцать пятом ряду начинается так 2 лицевые 2 лицевые 2 вместе вправо 2 лицевые и накид и вот у нас есть рядом начинается уже вторая часть раппорта здесь нам нужно делать накид но мы его сейчас не делаем просто 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо накид 2 вместе вправо изнаночная и вот следующий раппорт да у нас теперь значит 12 петель и 13 изнаночная то есть раппорт состоит из 13 петель в данный момент итак у нас 26 четный ряд вот наша начало ряда значит мы в 25 ряду еще раз покажу вот у нас 25 ряд вот он вот и у нас здесь рядом два накида вот так поднесу поэтому вот 25 лет поэтому мы вот этот накид провязали вот из этой части нашего раппорта а вот этот накид из этой части раппорта мы не вязали но ориентировочно как я говорю здесь у нас листочки а здесь у нас сеточка следовательно мы начинаем 26 четный ряд в четном ряду мы знаем что все лицевые изнаночной изнаночными и вот здесь мы из протяжки поднимем одну петлю и провяжем и это уже будет петля вот сюда вот к этой части раппорта и так давайте так изнаночная вяжем это еще так итак начинаем 1 2 3 4 5 6 петель одной части раппорта вот отсюда из протяжки мы поднимем петлю так вот так значит еще раз вот мы привязали 6 петель первой части раппорта вот у нас вторая часть раппорта состоящая из таких вот сеточек симпатичных и вот здесь видите вот накид вот накид а вот здесь накида не хватает я вот из протяжки возьму одну петлю провяжу лицевой как все остальные и так в каждом в каждой значит вот этой части нашего раппорта где у нас мы не взяли так сейчас еще раз покажу так изнаночная и так вот мы вяжем начало раппорта 1 2 четный ряд 2 3 4 5 5 6 и вот здесь нам нужно взять из протяжки одну петлю поднять и провязать лицевой 1 2 3 4 5 6 то есть то есть в раппорте у нас 6 лицевых и последняя изнаночная в настоящее время в раппорте у нас 13 петель и так провязываем вяжем значит дальше возвращаемся к схеме ну вот видно я здесь отчертила у нас дальше все по схеме пойдет все хорошо и вяжем значит 27 28 ряд а в двадцать девятом ряду мы встречаемся будем делать убавочку и так до нового включения а